МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неповторимый домашний вкус. Хибинские пельмени и вареники. Натуральные продукты по доступной цене. Хибин и гломус. Покупай домашнее. Заказывайте эксклюзивно в нашей группе ВКонтакте. Какую погоду ожидать в ближайшие сутки, расскажу я, Екатерина Титла. Здравствуйте. К среде дожди сбавят обороты, но не прекратятся. Зато вверху стремится столбик термометра. В городе у подножия Хибин потеплеет до 17 градусов. Правда, при этом окрепнет и ветер. В порывах его скорость составит 13 метров в секунду. Утром возможен небольшой туман. Повысится температура воздуха и в апатитах. Термометры покажут 19 градусов со знаком плюс. И хотя среда будет пасмурной, но с минимальным уровнем осадков. Не доставит дискомфорта горожанам также ветер. В областной центр в среду вернется летнее тепло. Ожидается до плюс 21 градуса и небольшие осадки. При этом день будет пасмурным и ветреным. Самая дождливая среда будет на юге полуострова. Тем не менее, в Кандалакше воздух прогреется до плюс 20 градусов. Обещают синоптики также умеренный ветер. Световой день на широте Кировска идет на убыль. И в среду продлится уже 20 часов и 17 минут. В апатитах на 2 минуты меньше. 27 июля в России празднуют День работника МФЦ. Первый центр «Мои документы», работающий по принципу одного окна, был открыт в Москве в 2011 году. Сегодня многофункциональные центры работают во всей стране, экономят на время и, самое главное, освобожают от необходимости ходить по разным кабинетам. Поздравляем работников МФЦ с праздником и благодарим за важную работу. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова